Борис Александрович Арапа Борис Александрович Арапа был, конечно, человеком очень большой гуманитарной культуры. В сущности говоря, он великолепно знал не только музыку, но и поэзию, живопись. Обожал Пастернака, Мандельштама, увлекался романами Айтматова. Все это отражалось в его творчестве. Он, конечно, очень глубоко воспринимал также и библейские тексты. Одно из его произведений носит название «Откровение Анна Богослова», одно из самых лучших его сочинений для виолончели и струнного оркестра. Его очень хорошо помнят и любят исполнители талантливые, такие, как Григорий Соколов, как, скажем, Гантварк Михаил, как Алексей Масарский. В свое время Михаил Вайман играл его сочинения, дирижер Янсенс, Мравинский даже дирижировал его сочинениями. В общем, он все время дружил с самыми талантливыми исполнителями, в том числе и очень молодыми. И, конечно, его произведения, они заслуживают долгой жизни, и они до сих пор носят характер таких молодых, смелых сочинений, причем глубоких, очень содержательных и абсолютно не, как бы сказать, не дешевых, не рассчитанных на такой внешний дешевый эффект. Приход Бориса Александровича в нашу консерваторию избавил нас от провинционализма, который грозил нам особенно в начале 50-х годов, когда мы катастрофически отставали от Московской консерватории по уровню вкуса, по какому-то робости отношения, скажем, к современной зарубежной музыке, гораздо менее нам известной, чем Андрею Волконскому или, значит, Денисову, нашим сверстникам. А вот через несколько лет, благодаря появлению Бориса Александровича, после того, как он был отлучен в преподавании композиции, через, значит, почти 10 лет он вернулся снова, и вокруг него сплотилась и молодежь тогдашняя, и многие музыковеды, и молодые композиторы, уже окончившие консерваторию. И мы догнали москвичей, даже, мало того, перегнали их. Уже многие из Москвы, вот такие, как Банщиков, Кнайфель, они приезжали за свежим воздухом, за отсутствием догматизма сюда, в Ленинград. Вот они ушли из Московской консерватории, пришли именно в класс Арапова. Это весьма характерно. И то, что это был долгожитель, видимо, Всевышний не случайно дал ему долголетие. Это было нужно нам. Пока был жив Борис Александрович, наша консерватория стояла, можно прямо сказать, во главе, в общем, музыкального образования России по прогрессивности. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Продолжение следует... 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 КОНЕЦ 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 ГРЯХТ 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 КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Казахстан 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 Субтитры создавал DimaTorzok